Тут на оружейном заводе фигня творится Кто хричит? ДЕТ, НЕ ПЕР! Ты тварь, ты что натворил? Дед, стой, я буду стрелять, дед А, что произошло? А, боже, Лебовский, Лебовский, ты как? Что происходит? Наручники, наручники, ё-моё Здесь нужно всё починить, ну тут, думаю, уж понятно Здесь он, на заводе он только двери поломал И вторую дверь тоже Мужик, вставай, мужик, кажется, он ещё дышит Сейчас скорую придётся вызывать Ребятки, добро пожаловать на моё новое шоу перед бомжом И сейчас, на самом деле, я прошу вас слишком много лайков Наверное, вы столько даже не поставите Но если поставите, вы получите приятный бонус Я скажу вам сразу же спойлер Это и следующая серия Последние серии бомжа в Бомж-Сити И ещё один самый главный спойлер После этих двух серий Неважно, в третий сезон бомжа будет или нет В Бомж-Сити мы больше никогда не вернёмся Это будут последние две серии в этом городе Да, в том городе, с которого всё началось Это будут последние две серии Но у меня есть для вас отличное предложение Если мы за какое-то время, предположим, за неделю На этом ролике наберём 100 тысяч лайков Ну или даже раньше Если мы сегодня наберём на нём 100 тысяч лайков Я вижу, многие из вас уже начали ставить лайки Вон, видите, Джеймс пошёл То я выложу карту Бомж-Сити и его ресурс-пак По следующим или через видео про бомжа У вас есть по факту два дня Вот, давайте так Вот последнее, завтрашнее, послезавтрашнее видео Получится это видео и завтрашнее видео Не про бомжа, в Бомж-Сити Не в Москва-Сити Вот, и в первой серии под Москва-Сити Если под этой набирается 100 тысяч лайков То я выкладываю карту, ресурс-пак и всё-всё-всё Ну короче, если наберём там 92 тысячи лайков Тоже считается Всё, что больше 90 тысяч лайков, то считается, чуваки Так что ставьте ваши лайки, если хотите получить карту, ресурс-пак Ну и самому пройтись по всему этому, по всем этим воспоминаниям Поностальгировать, если у вас есть желание Ну а в этом мы начинаем смотреть серию бомжа Оооо, после нападения дедокипера я так и смог закрыть все эти дыры Ну что ж, пора уже возвращаться в Москва-Сити К моей любимой жене и моим детишкам Как они там без меня? Жаль, так и не приехало Так, ну всё-таки нужно выбрать кандидат А кто же будет за место меня заниматься этим всем? Так, надо составить список Первый у нас это Лебовский Он, конечно, повешен на свои тушёнки и гречки Но на него можно положиться и он вряд ли меня предаст Второй это... Значит, тот чувак с розочкой Как же его там звали? Ричард вроде Вроде неплохой парень Тоже, тоже, тоже Ну а третий... Ну а третьим должен был быть сифон Вообще, я изначально всё должен был передать сифону Вообще не думать над этой фигней Ну и сифон куда-то потерялся Я уже ничего не слышал о нём несколько месяцев И это очень плохо Я начинаю переживать, но сейчас мне явно не до этого Вернусь в Москва-Сити, а там уже посмотрим Я уже так сильно соскучился по Линочке Поэтому, в принципе, хочу увидеть Лину Расцеловать её Ну и поиграть со Славиком Посмотреть, как выросла моя дочь Кого же третий вариант? Ну, наверное, можно попробовать поговорить с Назаром Назар неплохой рабочий Много чего сделал, если я предложу ему хорошую сумму Думаю, он, в принципе, легко откажется От этой строительной должности Ладно, пойду сначала поговорю с Либовским Пора этим заняться А потом уже с остальными Либовский должен быть где-то здесь, в муниципалитете Насчёт остальных, я не знаю Ну, Ричард, наверное, где-то в ресторане Назар, ну, на заводе Ну, сначала, конечно же, Либовский Где-то здесь, наверное, находится Так, так, где мне тут расписаться? А, что ты там расписаться? Погоди, что он тут расписывается? Покажите мне Что тут за договор у вас? Неважно, неважно, неважно Так, дико, рабочий Ну-ка, покажите мне документ О чём он там? Так Да... 100 тысяч банок тушёнки 200 тонн гре... Чего, Либовский? Так, слушай, ты, Рабочий, пошёл отсюда! Пошёл отсюда! Никаких договоров! Забери за судёй, он себе в жопу! Никаких договоров! Неважно, пшёл, пшёл отсюда, пшёл! Пшёл, вышел, вышел, вышел! Всё, вы свободны! Никакой тушёнки, никакой гречки! Ты что, Либовский? Ты что делаешь, Либовский? Какая гречка? Какие деньги, Либовский? Твоя, твой, твой, твой! Гречка, тушёнка! Такая гречка, боже, чувак, ну почему, почему только я думаю в своей голове, что ты можешь быть хорошим человеком, сделать для города что-то полезное, ты просто пытаешься спустить все деньги на свою гречку и тушёнку! Так я хоро, смотри, я перестроил пару старых домов! Тебилис, чувак, боже, этого недостаточно! Первый год, пожалуйста, послушай мне сюда, первые два года, первые два года, на свои... Я скоро уеду, Либовский, и меня не будет рядом, никому будет тебе помогать, поэтому послушай меня сюда, внимательно и запиши. Первые два года... Отлично, может быть, тушёнки. Тебя просто выгонят же, понимаешь, тебя же выгонят с поста мэра, тебя свергнут, Саша, ты её спять на колях, короче, первые два года, развивай город, сделай нормальные дороги, там, повызывай зарплату полиции, этим, медицине всякой там и так далее, пожарным, не знаю, прокачай детские сады, школу почини, всё остальное, понимаешь? Ладно... И постепенно строя свой странный бункер, стоя сразу же на очень большое количество людей, понял? О, отлично. Половину денег на бункер, верну туда, а через два-три года, когда уже закончишь весь город, чните, город будет выглядеть нормально, после того, как ты застроишь университет и сделаешь нормальную библиотеку и музей, вот, ещё и кинотеатр в городе нужно хороший сделать. После этого уже купишь себе гречки, тушёнки и закидаешь в свой бункер, купишь на систему жизнеобеспечивания, сделаешь кучу комнат и весь город будет по твоей защите и безопасности. И презентуешь бункер, скажешь, что если что-то случится, вот себе в бункер места есть, а, понимаешь? Ладно. Ладно, Лебовский, послушай меня, послушай. Всё, оставайся здесь, подумай всё это в своей голове, перевари. Ладно. Только не как варишь тушёнку с гречкой, а просто перевари. О, нет, Лебовского я из списка вычёркиваю. Слишком-слишком эксцентричный тип сольёт всё на гречку с тушёнкой. Не, надо опробовать договориться с этим Ричардом, что ли? Какого там? Рафаэлем? Ричардом? А, Ричард вроде его звали. Да-да-да, всё забываю. Вот новые люди, плохая у меня память на именах, где-то должен быть в моём ресторане. Сейчас отойдём с ним куда-нибудь. Здравствуйте, здравствуйте, ребят. Чё работаете, как сегодня денёк? Здравствуйте! Нормально, всё хорошо. Хороший мальчик! Хороший мальчик! Ой, какой ты хороший! Я принёс тебе бургер, смотри, держи бургер, кушай, кушай бургер Вот так, ой, какой ты довольный. Прыгает, yapıyorsun,idać, прыгает! Ты чё, его не кормишь, что ли? Ой, ты хорошая! Да, карму... Коя шёрзка... У кого это такая шёрзка? У кого ты хороший мальчик, а? Хороший мальчик, хороший мальчик, все, отдыхай. Че, пса своего что-то не кормишь, Лев? Да, кормлю я, кормлю постоянно. А, посмотри, чтобы ел еще больше, но расти не будет. Так, а, слышишь? Здравствуйте, босс. Братан, а где, где, где администратор, где этот Ричард или какого? Где они оба? А, так они сверстят, они наверх пошли. Наверх, наверх. Че, клан, випку? Взяли такие, знаешь. А че, че, просто ушли? Так, ну ты показывай администратора, постой, че стоишь-то? Я ж пойду за ними, скажу, че за фигня, че за произвол? Че за произвол происходит? Все, давай, 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 все, жди, жди. Да, да. Все, поехал. Так, ну вроде приехал. О, Ричард, ты такой горячий. Че за херня? А ты уверен? Чем это вы здесь занимаетесь? Алло, почему ты без штанов? Почему ты в трусах? Что происходит? Что, что здесь? Кого хрена? Ёб твою мать, я поехал с этого дурдома, все ясно с вами. Вы не с на работой тут таким занимаетесь. Блин, капец, ёперный театр. Не, ну это жопа какая-то. Так, все, сейчас придут они там, свои дела завершат нам. Чистят випку, чистят. Что на секунду, что? Эммм, открепемся? Так, что, ну давай, 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 говори, что там от меня хочешь. Слушайте, вы случайно не знаете Джеймса Бомжа? Джеймс Бомж? Нет, ни разу о нем не слышал, а почему ты спрашиваешь у меня? Эмм, да просто у меня был один такой знакомый и... Где это он у тебя был-то? Ну ладно. Что за знакомый у тебя был? И где вы с ним знакомы были? Эмм, ну, в тюрьме. Ты в тюрьме охранником работал? Нет, я отсиживал срок там. Ты отсиживал срок в тюрьме? Ну такая же жесть. Ну ладно, мы в принципе не против таких сотрудников. Ничего страшного, не переживай, не переживай. Все, это была подстава, если что. Работа, работа, а это подстава была. Она вернулась. Где Джеймс? Смотрите, специально для вас стейк. А, какой стейк, где Джеймс? Я здесь, 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 Том, что такое? О, стейк. Что ты, звонил же мне? Да пойдем покажу тебе, капец, там жесть творится. Это же не ваш стейк. Да мой стейк. Так, стейк собаки. Бобби Бобби. Бобби, что у тебя, что у тебя специально заработники какие-то? Ты иди, слышишь, у меня... Иди, иди, разгребай этот дерьмо там. Где такие... Да посмотри, сходи, я сейчас... Я вернусь, скоро вернусь. Сначала нужно еще с одним человеком поговорить. Давай. Окей. Все, давай, посмотри там все. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно, сейчас нужно на завод. Поехаю этого Назара. Это мой третий вариант запасной, самый главный, наверное. Так, ну что, опять охраны нет. Хорошо, сейчас открою. Так, где мне там... Ага. Сейчас должно уже открываться начать. Все, отлично. Работает как чистый стейк. Стало лучше работать, потому что только прошили ее. Так, ну и закрываться, соответственно. Так, эй, сыщь, мужик. Где Назар? Назар вроде пошел в ту сторону, да. Я слышал, он хотел посмотреть... Он хотел посмотреть что-то внизу. На складе? Чем там понадобилось? Ладно, работай, не отвлекай. Работай, мужик, работай. На складе ему что-то захотелось посмотреть. Вот Назар, любопытная Варвара. Неужели ты меня подведешь сегодня? Назар-то еперный театр. Вот этого еще не хватало. Так, ага. А где... Ага. Так, это... О, лифт расширили, я смотрю. Лифт стал больше. О, это я понимаю. Это наконец-то лифт расширили. Так, хорошо, хорошо, хорошо. О, что такое? Свет вырубился. Охренеть страшно стало. А этот лифт еще пододелать. Так, о, смотрю, уже здесь начинают что-то делать. Смотрю, у нас тут уже продукция появилась. Но где Назар? Где же его? Надо быть потише. Вдруг он что-то там замышляет. Назар. Так, что-то же это неладное. Что это такое? Так, что-то такое? Кажется, я слышал его голос. Ага, он трется около индикатора. Назар! Чем тут ты здесь занимаешь? Ой! Чем тут вязать, Назар? А что это такое? Что это? Не ваше дело, Назар. Что вы здесь делаете? Почему вы вместо того, чтобы заниматься складом, занимаетесь какой-то чушью, а, Назар? Я занимаюсь, занимаюсь. Вот лифт расширили. Лифт расширили я видел. А что вы здесь делаете? Да, вот спустился посмотреть, что тут и как тут. Хорошо, Назар. У меня есть для вас отличное предложение. Как насчет того, чтобы поднять вашу зарплату в 12 раз? Ооо, да серьезно? То есть вы за месяц будете получать и получать и за год, но работа будет не совсем легальная. Ну, давайте. Я готов. Ну, короче, я веду вас в курс дела. Отказаться вы после этого не сможете. После того, как я вам расскажу, если вы пытаетесь нас сдать, то вы, скорее всего, будете убиты. Но, если вдруг нас их раскроют, то вам ничего не будет, потому что работа очень безопасная. Вам всего лишь нужно будет приносить некоторые чемоданчики и не говорить о некоторых вещах, которые вы видите. Вот и все. Ну и присылать мне отчеты, соответственно. Хорошо, ладно, сейчас я вам покажу. Отойдите назад, отойдите назад, отойдите назад. Вот, отойдите сюда. Вот сюда, отойдите. Сюда. Сейчас нажму. Все, смотрите. Ага. Вот здесь у вас, значит, лаборатория снизу. Здесь мы варим. Здесь ребятки варят. Не будем вам сейчас мешать, наверное. Не будем заходить, просто я вам показываю. У нас здесь есть три объекта. Мы одна из самых, один из самых крупнейших синдикатов в России, да. Значит, короче, у нас в этом городе три объекта сейчас. Ресторан, оружейный цех и нарколаборатория. Вот это вот нарколаборатория, да, которая маскируется под переработку мусора. Ваша задача будет такая. Вы будете собирать все деньги, получается, относить их в ресторан. Там люди будут их отмывать. Вот, после получения. И дальше отмытые деньги отдавать человеку, который будет отводить мне в Москву. Также нужно будет писать все отчеты, отсылать мне их на почту. Все очень просто. Справились с такой работой? Да, я все понял, да. Ну все, обдумайте это еще. Если подумаете кому-то потом рассказать, в полицию или где-то угодно. У нас везде люди. Скорее всего, нам ничего не будет. Мы просто перестроимся немного, а вас найдут в пакетах. Или никогда больше не найдут. Вы просто выводите без вести. Так, ну что ж, Назар, я надеюсь, вам все доходчиво объяснил. Вот, подумайте еще. Зарплата будет реально в 12 раз выше. Так что вам нужно будет уволиться с текущей работы? Ну доделайте, доделайте, пока работаете на текущей работе. Вы просто увольняетесь и переходите к директорам этого завода. Нормально? Да, ну с такой зарплатой я на все готов. Ну все, Назар, хорошо. Здесь отдыхаете, а мне нужно еще сходить в одно место. Так, где там лифт? Позже познакомлю вас со всеми сотрудниками. Введу вас в курс дела. Все, всего доброго. Хорошо, до свидания. До свидания. Да, ну с ним было просто, он, в принципе, адекватно отреагировал. Ну, понятное дело, когда человеку предлагают зарабатывать за месяц, как он зарабатывает за год, прикиньте, вы работаете целый год и заработали как за 12 лет. Мне кажется, можно так за год покупать себе просто квартиру. Ну или машину, как он будет супердорогую. Ну, то есть, короче, предположим, зарплат у него было 50. А теперь предлагаем ему месяц получать 600 тысяч. Кто от такого откажется? Только полный дурак, когда тем более у него полная безопасность. Так, сейчас откроем ворота эти. Так, и нужно посмотреть, что там Томас делает. Так, давай, ворота, открывайтесь, открывайтесь мне, ворота. Ну, только еще клинит. Ладно, нормально. Так, ну что ж, пойду к Томасу, узнаю, что он там как. Наконец-то понял, что происходит. Ладно, все, назначил чайничка. Нужно будет сейчас высказать, чтобы он Брэндона всех звал, кто из наших здесь. И можно в Москву уже валить будет на днях. Так, Томас! Томас, ты где, Томас? А, да. Забрался. Чего тут произошло? Чего это? О боже, ну чё, горит. Блин, потуши все это дело, потуши. Я тушу, а ну загорается угли эти тупые. А, нормально, нормально, нормально. Тут надо еще водой тушить. Да, 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 потушим. Ну и чё, из джакузи там привезем? Короче, да все, порешали уже с ним, там все решено. И вот везут в какую-то строгую тюрьму. Чё с ним? Да он психанул, видимо, уже от старости лет крыша поехал. Ладно, Томас, смотри, я нашел заместителя. Моразмы, а? Который здесь будет все делать. В принципе, помимо этого случая, я думаю, больше никаких происшествий не произойдет. Думаю, сможем уже возвращаться в Москву. Сообщи Брэнду, но неважно, где бы он там ни был, что бы подгонял. Думаю, скоро уже поедем домой. А брата в Москву сидит. Фух, наконец-то. Одоел тебе уже от города, да? Устал? Ну немного, да, тут какие-то деды вообще. Ну привык к низким ценам, скажи, привык, да? Привык к низким ценам, да? Ну тут и джакузи такое, да, и в принципе, неплохой город, неплохой. Скажи, в Москве тратил где-то по 2 ляма в месяц, теперь тратишь по 1050, точно так же живешь, да? Это вот Россия, да, Россия. Живем тут на времена, во всех временных этих поясах. Где-то сейчас, где-то сейчас только осень 45-го, я-то в Перми. Вот, пойдем. Или ты разберешься с этим? Я просто устал. Да я не знаю, тут уже, я, а что углем этим душам? Ну все, давай, все, собирайся, Брэн, ну дозвони, все, туши этот пожар, поставь все снова этих чуваков, и все, все нормально будет. Оставайся, разбирайся, через 2 дня, Валя. Все, окей, давай тогда, да, окей. Все, давай, Тавас, пока. Два дня? Окей, все, давай. Два дня, да, два дня. Через 2 дня домой. Два дня. 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 Продолжение следует...